Вика, Викулечка, Викачка. Сашенька, успокойся, тебе нельзя волноваться. Что со мной произошло? Ты пошел на огород, и тебя ударила молния. Врачи еле достали тебя с того света. Я был в раю, там хорошо, там нет твоей мамы. Саша, ну зачем ты так? Это она, она послала меня в грозу собирать жуков на картошке. Она хотела меня убить, Вика. Саш, ну что ты такое говоришь? Между прочим, мама спасла тебе жизнь. Что? Как спасла жизнь? Ты только не ругайся, хорошо? Мы не могли найти донора для переливания крови. А вот по Резусу только мамина подошла. Что вы наделали? Господи, я думаю, почему мне так хочется на дачу? Там же яблоки. Компот варить, компот. Вика, останови это. Ах ты, скотина, ты неблагодарная. Все пьешь из меня крови, пьешь, никак не можешь остановиться. Ну ничего, я свое заберу. Мама. Что мама? Говорила я тебе, выходи замуж за Виталика. Виталий, кто теперь? Мэр города, а? А это? Да, да, Вика. Мама права, надо было выходить. Ай, надо собирать малину. Виноград подвязать надо. Что ж мы съедим? Быстрее хватайте ведра, лопаты, кизяк. Собирать надо. Удобрять, 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 удобрять. На троих. Доктор, скажите, когда я уже смогу пойти? Я не знаю. А кто знает? Вы же вроде как специалист в этой области. Вы что, свой диплом в переходе купили? Здесь не так все просто. Сейчас придет специалист в этой области. И даст заключение. Потом разрешение. И пойдете. И где этот специалист? Он вообще существует? Существует. Ну, потерпите. Я же с вами стяжу, тоже жду. А давайте лучше с вами в картишки пока перекинемся, а? Хватит уже. У меня после игр с вами деньги заканчиваются. А так я отдал жу. Ну, под процент, разумеется. Спасибо, не надо. Так когда этот ваш специалист уже придет? Ну, сам же жду. Вы все поймете. Вот как только услышите маты, которых никогда не слышали, сразу поймете. Специалист идет. Это что за специалист такой? О, это великий специалист. 30 лет в медицине. Даже я боюсь не спорить. Поналивали, понасирали. О, идет. Козлы. Здрасте. Забор покрасьте. Нина Сергеевна, скажите, пожалуйста, когда мой пациент уже сможет ходить? А когда полы высохнут все, вот тогда и можно. Через часика полтора-два. Я уже два дня не ходил в туалет. А я в Париже не была ни разу. Ничего, терплю. Что? Что происходит? Это кто поналивал? Это не я. Это я. Я же сказал, я два дня в туалете не был. Зачем кричите? И еще два дня не будешь ходить. Уроды, рукожопые. Я тут при чем? Это твой пациент. Мой. Значит, ты за него отвечаешь, понял? Понял. Или сам будешь тут лежать? Понял. Вроде рукожопые. Дайте хотя бы утку. А, утку? Сейчас ты у меня крякнешь. На троих вылечить. Хочу тебя сегодня вылечить. Красиво поешь. Привет. Привет, Кочеренко. Чего пришел? Что? На прием ко мне, что ли? Да что, я совсем больной, что ли? Ну что, значит, я плохой врач, да? Да хороший ты врач. Отличный. Даже лучший, можно сказать. Да. Отлично. Прогиб защитен. Ну что ты пришел? Что тебя заменить снова надо, да? Теща моя к тебе скоро зайдет. Твоя теща ко мне? Ага. А чего не к тебе? Да у нее слишком сильный инстинкт самосохранения. Не идет ко мне. Ага. Ты, в общем, делай все как обычно. Как ты вот пациентам все вот это вот делаешь, то же самое и делай. Только просто представь, что перед тобой не пациент, а Гитлер. И ты ему должен отомстить за все человечество. Договорились? Ага. Ну вот и отлично. Все, я пошел. Да я здесь стояла. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Я к вам. Так, проходите, присаживайтесь. На что жалуетесь? Ой, доктор, если я вам начну рассказывать, на что я жалуюсь, мы с вами так до утра просидим. Я имею в виду болезни. Есть какие-то? Есть. Что-то я поясницу просквозил свою. Ой. А, поясницу. Так, поясницу. Если просквозили поясницу, то... Крабы вам... Вам... Сейчас. Жареные крабы. Надо вам... Банки. Да-да-да. Банки, банки на все тело. Сколько вам надо? Так, 56 банок. Так, и перед банками обязательно поесть что-то острого. Надо острого, чтобы она так... Перец. Отрываешь перец и... А-а-а-а! Ну, мол, горячо. Горячо. Горчичники. Горчичники обязательно перед банками. На все тело также укладываем тельце и жаримся. А это не больно, доктор? Это полезно. Это очень полезно. Перед этой процедурой обязательно это. Вот. И еще... Еще вам надо в... В попу. Перед этим что-то длинное... Рези... Резину... Сейчас, сейчас. Я вспомню. Вспомню просто термины. Резина... Крисма. А что это за голос позади меня, а? О-о-о! Это так у вас еще и слуховые галлюцинации. Придется промывать. Придется. Что промывать? Уши? А, и... И уши тоже. Уши тоже. Нужно обязательно так промывка ушей. Ага. Вы знаете, кстати, сколько стоит эта процедура? Сколько? Ну, скажу вам так по секрету. Можно, конечно, и бесплатно сделать. Ну, вы же понимаете, наша медицина. Ну, я могу это все сделать лично за 10 тысяч гривен. Ого! Всего. Я понимаю, что это очень дорого. Я понимаю, но... Но... Да. И тысячу за консультацию. Да, потому что это все-таки... И еще один симптом запишем. Какой? Кулаки у меня зачесались. Мои инфрации, я могу все объяснить. Я доктор послуженной категории. Мои инфрации. Мои инфрации. Мама. АПЛОДИСМЕНТЫ На троих. Вы поймите, я не могу этого сделать. Я вас практически не знаю. Господи, вот что мне сделать, чтобы вы разделись и легли? Что? В ресторан вас сводить. Цветы подарить. Стихи прочитать. Поверьте мне, спать на операции, это нормально. Даже на первой. Ну, вообще-то я замуж. Да вообще-то мне пофиг. Знаете, я либо окажусь внутри вас так глубоко, как ни один мужчина до меня, либо вы окажетесь, извините, глубоко под землей. Аппендицит это не шутки. Ну, можно, чтобы хотя бы мой муж присутствовал. А что только муж? Давайте все, давайте свекровь зовите, маму, подружек не забудьте. Чего, пусть они вас пофоткают, вы потом выложите в инстаграм свой глубокий внутренний мир. Что, издеваетесь? Я? Да вообще-то вы первое начали. Ну, какой муж во время операции? Ну, как же, на родах разрешают, а на операции нет? Господи, да я сейчас сам рожу от ваших предложений. Так, ну, просто поймите, что мой муж очень ревнивый, очень. Так, ладно, зовите вашего мужа. Бутербродик, пирожочек. Да, сосисочка моя. Что, он тебя трогал? Нет. Да вы как одеты? Мы здесь операцию проводим, а не порнуху снимаем. А, так это, это чтобы жена не стеснялась, как бы поддержка, ей же придется раздеваться, а я что, одетый буду? Все, все будет нормально. Давай, ложись. С какой стороны аппетит? Справа. А, а у баб? Тоже. Ни хрена себе, совпадает. Ну, давай, на левый бочок ложись. Давай, молодец. Вот, вот, вот сюда. А я вот тут вот так вот надену, чтобы не мешать доктору. Слушайте, а может я уйду, чтобы вам не мешать? Да ничего, оставайтесь. Нет, ну, вы поймите, что он, ну, правда, очень ревнивый. Ну, либо так, либо вообще никак. Никак. Ладно, оставайтесь. Ага. Только без глупостей, а то один взмах скальпелем, и глупить уже будет нечем. А в чем разговор? Я вот на безопасном расстоянии. Давайте. Ага. Не мешаю. Все. Где этот? Николай Митрофанович, здравствуйте. Как себя чувствуете? Ну, несмотря на все ваши усилия, иду на поправку. Ничего не болеется? Ну, нет, как-то все наоборот так хорошо. Хорошо. Сегодня даже на третий этаж сам поднялся. За медсестрой бегал. Хорошо. Не догнал. Ничего страшного, ничего страшного. Уже здорово то, что вы пытались догнать. Ага. Для вашего возраста это очень здорово. Все очень хорошо, у вас очень хорошая динамика. Ага, хорошо. А так вы что, специально меня капали ради этого, что ли, ради этого? Не совсем. Ну, что ж, раз уж вы идете на поправку, так сказать, я думаю, я могу вас уже кое с кем познакомить. Что, новенькая? Новенькая у вас появилась? Лучше. Лучше. Заходите, пожалуйста. Добрый день. Вот, Николай Митрофанович. Здравствуйте. Это представитель ЖЭКа Петр Евгеньевич Кныш. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. А в чем эксперимент? А... Он вам кое-что принес. Да, у меня для вас квитанция за электричество. Добрый. Доставочкой. А-а-а! А-а-а! Сволочи! Гады! Подоньки! Твары! Ну все-все-все-все. Я же, я же электричеством практически не пользуюсь. У меня не то, что холодильник. У меня, у меня радио на один в ДЦПЛ работает. Все. А тут всем, ты ж, все-все-все-все. Все, все, отдыхайте, отдыхайте. Ну, я думаю, на этом закончим. Как закончим? У меня для него еще квитанции. Нет-нет-нет-нет, что вы. Он не готов еще получить квитанцию за отопление. Ему нужно еще после электроэнергии прокапаться хотя бы дня два. Давайте лучше пойдем на третий этаж. А что там? Там люди покрепче, они оформили субсидии. А, вот легче. Давайте. Ну, тоже эти нолики, знаете. Да, я все понимаю. Хрен вы у меня еще копеечку возьмете. Я радио выключу. Буду на спичках теперь готовить. Во! Вот! О! О! Ой! Ну, что тут у нас? Пять минут после операции состояние стабильное. Пять минут? Да. Все, выписываем. Как это выписываем? Так, выписываем. А зачем человека держать? Дома и стены помогают, понимаете? А ему, может, на работу надо, жена, дети. Выписываем, писываем. А, швы? Да, господи, ну что ж вы, ну, лейкопластырем заклеили и все. Да нет, у него даже капельница не закончилась. Капельница – это важно. Мы тогда, знаете как, мы тогда вот так ротик открыли. Да? Пьем, пьем, пьем. Олег Петрович! Хорошо, хорошо, хорошо. А вот тут вот через поры войдет. О, все. Где я? В больнице. Ну, это ненадолго. А, как прошла операция? Операция прошла очень хорошо, просто очень успешно. И вас уже выписывают домой. Викочка, ну вызывай такси, человек домой, спеши. Олег Петрович, если вы не объясните, что происходит, я ничего делать не буду. Мэра в больницу кладут. А у нас пластиковые окна только в этой палате. А он выделял деньги на всю больницу, потому что на остальные деньги кое-кто, кое с кем летали в Турцию. Молодой человек, что вы тут разлеглись? Добой, домой. Давай, давай, давай. Все, вы уже здоровы. По тречкам, по тречкам. И ножки, ножки, ножки. Раз. Домой. Вот так вот. И вперед. А-а-а! 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 На троих. Кто кого? А-а-а! 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 Так, ну ладно, это потом. Давайте начнем, чтобы не засохнуть. Кто это? Я не знаю. Ты же сказала, что это пустая палата. Пустая. Черт. А-а-а! Хотите, пожалуйста... Доктор, вот ли где я вас везде ищу. Помогите, пожалуйста. Иваненко! Опять вы! Опять вы искали мясо в больничном борще. Я же вам сколько раз говорил, что нету там никакого мяса. Нету! Помогите, пожалуйста. Очень больно. Ну что ж, помогите. Что вы делаете? Терапия. Что, хотите чего-то более сильного? Да. Ну давайте... Э-э-э... Чем-бава. Чем-чем-бава. Что значит тем-чем-бава? Ну, и не болит, да? Абсолютно. Нет, доктор, мне нужен более действенный способ какой-то. Ну тогда повторяйте за мной. У кошечки заболи. У кошечки заболи. У собачки заболи. У собачки заболи. У меня не болит. Тьфу-тьфу-тьфу. У меня не болит. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Доктор, мне бы лекарство какое-то от Ужогов. А-а-а, лекарство. Сейчас. Секундочку. Лекарство такое лекарство. Вот вам лист колонхоя. Прикладывайте грани. Там ненормальное лекарство, а не это. Голубчик, вы, пожалуйста, успокойтесь. Да. У нас районная больница. И лекарств у нас здесь нет. И никогда не было. И не будет. Поэтому давайте я вам пописываю на ранку. Да. Я вам сейчас тут все сделаю, зашиваю. Заходите, пожалуйста. Что вы хотите сделать на ранку? Пописать. А что? Мне такой метод не очень подходит. Ну, если вы стесняетесь, чтобы это делал я, это может сделать Виктория. Я могу сейчас начну готовиться к процедурке. Вы что, шутите, да? Мне медицинская помощь нужна. Вы что, сомневаетесь в профессиональных навыках Виктории? Вы напрасно это делаете. Виктория уже ни одному больному, как говорится, помогла. Ни одному. Ни одному? Ни одному. Доктор, мне нужна помощь. Срочная медицинская помощь. Мне очень больно. Ну что ж, похоже, остался только один способ. Так, о, вот. Алло, ЗАГС, здрасте. А когда вот ближайшее свободное для росписи время? Среда после обеда. Спасибо, будем. Ну что ж, как говорится, до свадьбы заживет, а свадьба у вас в среду после обеда. Кстати, у вас есть знаком, а то можем Викторию вам предложить. Какие-то идиоты. Чего? Пойду я к Глазняку, может он посмотрит от него, больше пользы будет, чем от вас. Ха? Ваше право. Угу. Да че мы остановимся? Ой. Ой-ой-ой. Процесс-то уже запущен. Виктория, ну как же надо? Да не за ширму же, ну. Ох, Боже. На троих. Где ж эта чертова вена? Так, голова это или жопа? Так, Викуля, что это, кто это? Привезли, вот после аварии нужна срочная операция. Так, 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 операция. Угу. Иван Иванович Бульбенков. Ага. Ух ты, какая встреча. Иван Иванович. Ха-ха-ха. О. Иван Иванович, помните меня? Вы у нас в мединституте преподавали. М? Стоп. Сморчков, ты? Ну? Как ты сюда попал? Ты же не сдал мне общую хирургию. Ммм. Это у вас амнезия, наверное, Иван Иванович. Помните, я вам потом денежку принес и экзамен сдал. Ха-ха-ха. Помните? Ха-ха. Чукоткина, готовь анестезию. Ага. Чукоткина? Здрасте. Нет, только не Чукоткина. Отойди от меня, Чукоткина. Мы же тебя отчислили после первой сессии. А, не все, значит, вы забыли. Но я вам напомню, что потом я принесла вам денежку, и вы меня восстановили. Так что все хорошо будет. А-а-а. Не надо мне помогать. Уйдите отсюда. Да оба. Позовите кого-то из взрослых. Да, да. О, пошел. Иван Иванович. Чукоткина, я же тебе сказал, приготовь анестезию, а не кали. Я хотел у него спросить, что нам дальше делать. Ну и что нам теперь делать. Давай буди его. А я не знаю как. Но он же сказал, меня с первого курса отчислили. Ой. А что это за звук? Да я не знаю. Ладно, у меня одна идейка есть. Иван Иванович, а давайте мы, как в институте, вам заплатим денежку, а вы сами себе операцию сделаете. Ага. А? Чего-то он не отвечает. Это он цену себе понабивает. Он у меня в институте не сразу деньги взял. Давай под матрас ему положим, а он сам возьмет и прооперирует себя. Гений медицины. Гений. А завтра мы принесем апельсинки. Или гвоздички. Да. Хорошо, что в вену не попали. Вот так болит? Болит, да? А вот так? Ой, вот так болит. А вот так? И так болит. Очень хорошо. Здрасте. Здравствуйте. Ну как он тут? Ну как, потихонечку, потихонечку идем на поправку. На поправку. Как ножка? Ну смотрите, правая ножка зажила. И левая ручка уже почти зажила. А эта ножка, эта ручка еще нет. Вот правая ключица уже почти зажила, а левая нет. Пока лечим. Пока лечим. А я вот хотел спросить, а за что вы его так? С женой его застукал своей. Они играли в ролевые игры. Он был больным, а она медсестрой. Ну вот и доигрался. Да, такое в моей практике не в первый раз. Ну понятно, понятно. Что вы сказали, правая ключица, а нога? Правая ножка и левая ручка. Ну что ж, продолжим наши ролевые игры. Ой, я же апельсины забыл. Кстати, мой ноу-хау со свинцовой начинкой. А, я тогда не буду вам мешать. Спасибо. Ну-ну-ну, терпите, терпите, так надо. Терпите. Ну, это, конечно, уже посерьезней переломчик. Простите, вошел в кураж. Тут раньше, чем через месяц, можете даже не приходить. Через месяц? Ну, в принципе, в принципе, вот правая ручка через недельку будет готова. Через недельку? Да. Спасибо, доктор. Стараемся. Так, это на пластиночке, а там на шурупчике еще. Да-да-да. О, благодарю. А хотел еще спросить, у вас эвтаназию делают в больнице? Эвтаназию? Ну, если пациент пожелает. Через неделю пожелает. Ну что, до встречи через неделю, тутанхамон. Чувствительность есть, это хорошо. Пойду, пойду. На троих. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...